Дорогие друзья, добрый вечер. Приветствуем вас на третьем дне лаборатории современного зрителя, совместном проекте дирекции образовательных программ в области культуры и искусства Департамента культуры города Москвы и Пермского театра оперы и балета. Автор и куратор проекта лаборатории, дирижер и художник-руководитель Пермского театра Теодор Курензис. Сегодня наша тема посвящена источникам Первой симфонии Малера и их важности для критического издания. Мы продолжаем разговор вместе с Ренатой Старквоид, доктором и специалистом по Малеру, широко известным в Европе, членом Малеровского общества в Вене. и редактором и со-директором нового критического издания. Желаю вам хорошего вечера. Мы начинаем. Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас я хочу немного рассказать о том, чем я занимаюсь в Вене, изучая творчество Малера. Я являюсь редактором-издателем критического издания сочинения Густава Малера, которое предпринимает международное общество Густава Малера. И это очень довольно уже долгая история. ДИИНАНОЙ ГУстав Малер-Гезельшафт будто 1955 в Вене филхармониторе И основной целью и задачей Международного общества Густава Малера было распространение знаний о Густаве Малере, а также точной документации его жизни и сочинений. То есть целью было создание библиотеки, архива с микрофильмами, и создание критической отзывы его сочинений. Сбор архива, включая микрофильмы, а также выпуск критического издания его полного собрания сочинений. Да Густав Малерс верки bis zu seinem 70. Тодестаг 1981 урхеберrechtlich geschützt waren, поскольку права на издание произведения Густава Малера вплоть до 1981 года, то есть 70 лет со дня его смерти, были под защитой закона об авторских правах, было решено, что тома этого полного собрания сочинения будут выходить в том издательстве, которому эти права принадлежат. И несмотря на то, что с 1981 года не действует уже авторское право на произведение Малера, тем не менее, издание продолжает выходить в том же издательстве. Ну, основное издательство, где находится рукописи Малера, это Universal Edition, венское издательство, также это издательство Weinberger, Петерс, Шотт и английское издательство, которое сейчас называется Busy and Hawks. Доблингер и, да, универсале издательство. Первый том, «Седьмая симфония», вышла в 1960 году, к столетию со дня рождения Малера. Издательством первых томов собрания сочинения был Эрвин Рац, до самой своей смерти в 1973 году. И он за время своей работы смог подготовить к изданию семь томов. Его принцип издания состоял в том, что он печатал последнюю редакцию, так называемую «последний раз», когда Малер приложил свою руку. Из того, что он придерживался твердого убеждения, что бесконечные переработки, поправки и улучшения, которые Малер производил над своими сочинениями, всегда вели к лучшей редакции. И без исключения все произведения от этого только становились лучше. Корректуры и изменения, и zwar jetzt Корректуры и изменения издательства, konnten damals nur auf den vorhandenen стихплатten, was я еще noch erklären werde, bzw. auf фильмischen обзügen мюзамо mit der Hand durchgeführt werden. И все исправления и изменения в этом критическом издании в то время можно было делать только по имеющимся в наличии гравировальным печатным доскам. Мы потом подробнее об этом поговорим, что это такое. А также были микрофильмы. И все это вручную делалось, и очень медленно, естественно. И именно поэтому при печати, при издании вот этих первых томов были вынуждены ограничиться только самым необходимым. А также из-за того, чтобы сократить расходы на издание, практически не было комментариев, он был очень скудный. Карл-Хайнс Фюссель, компонист и профессор в Вейнер Музыковской школе, и редактор в Универсал-эдизионе, занимался целый выпуск в 1974-1993 годах. Следующим редактором критического издания с 1974 года до 1993 года был Карл-Хайнс Фюссель, сам композитор и профессор в Венской высшей школе музыки, а также по совместительству редактора в издательстве Universal Edition. И вот Рац, он делал все собственноручно. И в отличие от Рац, Фюссель привлек к работе и других исследователей творчества малера. И во времена Фюссла также возросла роль значения комментариев. В 1993 году редактором критического издания стал Райнхольд Кубик. Он немного изменил правила, и эти изменения действуют до сих пор. А с 2012 года изданием полного собранного сочинения руководят вдвоем Степан Хефлинг и госпожа Рената Штнар-Квоит с 2012 года. Вот в последнее время, вот в 90-е и 2000-е годы на аукционах, на рынке и в собранах появились рукописи, которые ранее считались утраченными. И они стали вот в это время доступны для изучения. Но благодаря развитию технологии, очень многие собрания готовы предоставлять свои фонды в электронном виде. Да, и у нас весь доклад сегодня, собственно говоря, возможен благодаря технологиям. И я вам смогу показать, благодаря этим технологиям отцифрованные, отсканированные листы из архива, которые в других условиях вы бы никогда не получили к ним доступа. Это делает эдитологическую работу zugleich einfacher и многофильнее, но также рискованнее. Ну, вот такое развитие технологии, оно делает, конечно, работу исследователя гораздо легче, а с другой стороны гораздо более разнообразной и даже, можно сказать, рискованной. Eine heute getroffene Entscheidung kann morgen schon überholt oder widerlegt sein durch eine bislang unbekannte Quelle. Бывает так, что ты принимаешь какое-то решение, а на следующее утро где-то всплывает источник, который тебе до этих пор был неизвестен, и приходится это решение менять. Еще одно отличие, и одновременно это, конечно же, преимущество по сравнению с первым критическим изданием, это возможность, которая появилась в 90-е годы, а все последующие тома, они уже были, нотные знаки уже были набраны на компьютере. Что это для нас значит? Например, партии для оркестра, мы можем проверить по партитории, и это будут максимально верные партии. И все вот теперь новые тома называются уже новое критическое издание, они содержат очень значительную текстовую часть с предисловием, где описывается история возникновения, история исполнения, а также история печатания, ну как это все печаталось, издавалось. И вот в этом научном комментарии там оцениваются и описываются все источники, а также даются отдельные замечания и указания на все изменения, которые происходили. И что самое важное для Ренаты, там содержатся указания для последующих изданий научных, а также указания к исполнению. И новое критическое издание, так же как ранее и старое критическое издание, прежде всего нацелена на исполнительскую практику. Когда существует разночтение в нотном тексте, во-первых, несколько вариантов печатаются в самом нотном материале более мелким шрифтом, выше или ниже, и это делается для того, чтобы все видели, каким образом издатель принимал это решение, сделать именно так. Но, собственно говоря, окончательное решение, стоит ли принимать во внимание редакторские правки или нет, это уже зависит от самого исполнителя. У Рената сегодня была возможность поговорить непосредственно с Теодором Курензисом, обсудить именно как раз вот эти вот вопросы, детали исполнения именно. И позволите мне теперь на примере первой симфонии проиллюстрировать, что для малера является типичной ситуацией с источниками, какие источники для данного произведения сохранились, и что считается утраченным, когда и в каком объеме предпринимались переделки, и что они значат для научного издания. И в каком объеме, когда Малер предпринимал все свои переделки, и как они учтены в издании научном. Сначала я хочу немножко сказать несколько слов о том, что мы подразумеваем под музыкальными источниками. Рукописи, нот, отдельными листами или тетрадями, то есть сложенные листы, двойные листы, по отдельности. Auch Бöген или Допелблэттер genannt. Да. Лозы или geheфтет. По отдельности или сброшированные. Вом Компонисте, das nennen wir eigenhändig, oder von einem Компонисте, äh, von einem Копистен, geschrieben. Написанные самим Композитором, иначе мы их еще называем собственноручные или Копиистом. И, возможно, später wieder vom Компонистен коррегирует, überarbeitет oder erweitert. И, возможно, затем исправленные, переработанные или дописанные самим Композитором. Das erste Stadium ist immer eine Skizze, oder ein Entwurf. Первый этап работы, это всегда наброски и эскизы. Dann gibt es ein Particell, das ist eine verkürzt dargestellte Zusammenfassung, Notiz über die gesamte, spätere Partitur. Потом есть такая Particella, это сжатая Partitura, где в таком сжатом виде записано уже это произведение целиком, и которое служит основой потом для дальнейшей Partitуры. Потом, следующий этап, это Черновик-Партитура, где уже прописаны отдельные голоса. Из Черновика, на основе Черновика уже делается Чистовик. Обычно Малер всегда писал только Partитуру, но иногда он писал отдельные голоса. Для определенных способностей. По особенным случаям. Даравь folgt eine Kopisten-Abschrift von der Partitur, sowie Kopisten-Abschriften von den Orchester-Stimmen für eine Aufführung. Потом идут копии Partitуры и копии голосов, которые делает Копиист, и это уже для исполнения ноты. Там, кстати, тоже могут быть корректуры, исправления. Да, и потом уже, если предполагается, что это все будет напечатано, делается такой издательский оригинал, это рукопись, на основе которой далее гравировался текст уже для печатного издания. Ich spreche immer von der historischen Art, das herzustellen. А, имеете в виду, что я все-таки говорю об историческом методе, которым печатались нотные издания. Да, also zu Малерс Zeit. Во времена Малера. Да. Jetzt kommen wir in die Phase B, gestochene und gedruckte Noten. Теперь мы переходим в Phase B, гравированные и напечатанные ноты. Sie wurden damals auf einzelnen Metallplatten, Kupfer oder andere Legierungen mit Stecherwerkzeug und Schablonen eingeklopft. Раньше они набивались на гравировальной медной или из других сплавов доски гравировальными инструментами и шаблонами. А перед этим нотные знаки из гравировальной копии переносились специальными гриффелями в зеркальном отражении на доску. И дальше делались так называемые негативные отпечатки для корректуры, то есть там на черном фоне были белые значки. Интерная корректура в производстве. Это в издательстве, для внутренней корректуры в издательстве. После того, как исправлялись самые грубые и очевидные ошибки, которые возникали при первом гравировании, печатали первые оттиски, партитуры, голос и голосов. И обычно параллельно с этим делал клавир, и он тоже печатался. И голоса. И у Ринаты есть сведения, что в то время отдельные партии голоса доверялись гравироваться только самым опытным гравировщикам. Это гораздо сложнее, чтобы паузы и показать для одного игрока издательство. Потому что все паузы учесть, все указания для исполнителя в голосах, это сделать гораздо сложнее, чем просто набить партитуру. И вот уже когда партитура напечатана, и попадала в руки дирижера или композитора, тогда начинается уже история, что в эти печатные издания дирижерских партитур сам композитор вносил исправление переделки, уже вот печатанное сверху. У нас есть такие примеры, когда у нас сохранилась партитура, какого-либо произведения малера, напечатанное, и с его собственноручными изменениями, исправлениями, внесенными уже после печати. К сожалению, такой партитуры по первой симфонии у нас нет. Мы потом позже поговорим, что касается первой симфонии, там сохранилось несколько других вариантов партитуры, которые естественно уходят своими корнями в ту первую партитур, которая сейчас считается утраченной. Незадолго до своей смерти Малер заключил с создателем Universal Edition договор на печати своих первых четырех симфоний. И вот в издательстве Universal Edition для этих четырех симфоний были сделаны так называемые черновые оттиски с щеткой. Что это значит? Это вручную берется лист и наносится нутный текст, краска на одну страницу. А с обороты не наносится ничего. Берется второй лист, точно так же с одной стороны наносится краской текст, а потом эти два листа, чтобы было удобно, наклеиваются на картон. То есть у вас получается посередине между листами картона вы переворачиваете. И этот экземпляр Малер коррегировал и снова в облаке брал. Именно вот такой вот вариант, такие ручные оттиски с щеткой, а Малер потом вносил в них свои исправления, корректуры и уже потом издательство дальше печатало. Я вам покажу потом, как это выглядит. У меня есть картинка. Пожалуйста, вот тут у вас в руках есть схема источников к первой симфонии. Сейчас мы подробно о них поговорим. И вот с зеленым вы написаны сохранившие источники, а красным утраченные или не найденные источники. То есть предполагается, что они должны быть, но их на самом деле нет в наличии сейчас. И вот как раз, мы говорили с вами о набросках и эскизах партитуры, так называемый лепцевский автограф 1888 года, и вот он, к сожалению, и утрачен. Есть рукописная копия этого лепцевского автографа, но только три части. И там нет рукописных голосов, по которым симфония исполнялась в Будапеште. В 1893 году для гамбургской премьеры Малер сделал новый автограф, новую рукопись собственная ручная, так называемый гамбургский автограф. Он сохранился. И вот этот гамбургский автограф, который уже с исправлениями и с веймерскими дополнениями, он тоже сохранился. Из этой автографии Малер должны были в различных стадиях ревизионных стадиях. И мы видим вот эти различные стадии исправления, и поэтому известно, что по этому автографу Малер, собственно говоря, и дирижировал этой симфонией. К сожалению, опять-таки голоса не сохранились. Nun gibt es einen Сchnitt в этой симфонии, как я вчера уже сказал. И здесь у нас проходит такой водораздел. до этого, мы об этом вчера говорили, до этого водораздела симфония состояла из пяти частей и даже носила название «Титан». Затем симфония стала четырехчастной и утратила свое название. Мы предполагаем, что к берлинской премьере 1896 года Малер сделал еще один рукописный вариант партитуры и она всплывала на аукционе Сотби в 1984 году, но, к сожалению, после продажи ее следы затерялись. Но известно, что на основе этой берлинской партитуры была сделана гравировальная копия для гравировки, которую Малер постоянно вносил исправление. И, к сожалению, мы ее не можем точно датировать. Мы предполагаем, что все исправления вносились и вот эта самая гравировальная копия была сделана в период с 1996 по 1998 год. Дaraus отстан на первой отзыве диригер-партитуры 1898 в Венберге в Вене и еще один год назад или в конце года целый стименсатс. И вот на основе этой гравировальной копии было издано первое печатное издание Первой симфонии в издательстве Вайнбергера в Вене в 1898 году. А на следующий год в этом же издательстве вышло первое печатное издание всех голосов. Лассен Си михи я не пауза махан и диза дарстелун и диннен астер эрстен фуньсетсиген фасун диннен данах я нехт мя гегенстанта издание сейчас мы сделаем паузу я просто хочу вам показать некоторые варианты разночтения которые были еще в пятичастной симфонии потому что дальше мы будем не будем больше с ней иметь дело мы сделали два дополнения первое дополнение это пятичастное издание варианта под названием титан паузу симфонии где начинается уже работа на четырехчастной симфонии той, которую мы знаем паузу это копия сделанная копиистом в будапеште из будапештской партитуры это самый старый по времени известный рукописный источник этой симфонии и как раз таки он был найден в недавнее время в середине 90-х годов в канадском собрании розе наконец-то определили что у них находится здесь мы видим вот синим карандашом это рукамалера молторит молторит четыре четверти перед двойной чертой и ала бреве и после двойной черты знак ала бреве б dieselба пассаж в автограф с умоработками на две такты здесь урбюнг льня такт во двойной такт на две такты здесь вот мы видим что у нас был один такт до двойной черты а он был расширен до двух тактов два такты ausгеде и здесь уже совсем другое указание маляра а темпо не надо ретенута ц Следующая картинка. Еще следующая картинка. Die Stelle in Weidigs Abschrift. Für die Aufführungen in Hamburg und Weimar. Die beiden Takte sind so kopiert, wie im Autograf vorgefunden. Die beiden Takte sind so kopiert, wie wir es in der Bücher gefunden haben. Maler ergänzt jedoch selbst mit Tinte, dass Atempo nicht ritt. Maler selbst selbst mit Tinte, dass Atempo nicht ritt. Über den Systemen oben, sowie einzeln für die Violinen 1 und 2. Dann. Und das ist unser Punkt. Wann? Nach den Aufführungen oder während einer solchen? После исполнения или прямо во время исполнения. Trägt Maler mit roter Tinte oben drüber eine Klammer um die beiden Takte ein und wieder ruft ein Takt wie ursprünglich. Потому, что, например, в этой партитуре он красными уже чернилами сверху над этими двумя тактами написал объединяющую скобочку и опять написал «Это один такт». bedeutet, dass die Rückänderung zu einem Takt samt der Angabe Molto-Ritt etc., wie in der Budapester Abschrift ist bereits, ist noch für die Fassung Titan gültig. И что это значит? Что возврат к одному такту вместе с указанием Molto-Rittinuta, как это написано в Budapestской рукописи, это действительно и для версии, для редакции под названием «Титан», dann wäre verwunderlich, dass keine weiteren Eintragungen zu finden sind oder zumindest die anderen Агогик-Angaben gestrichen sind. А что еще нас удивило, что больше нет никаких записей в этой партитуре мы не смогли найти и даже нет никаких указаний по поводу Агогики. или это Малер, уже работая дома, сделал себе же указания для будущей четырехчасной редакции «Симфония». Мы теперь посмотрим, что получилось в результате в издательском оригинале, в гравировальном, хотя одна ступень между предыдущей рукописью и издательским оригиналом отсутствует. В этом издании «Симфония» была напечатана в четырех частях и здесь у нас опять один «Такт» и указания «Molta-Rid». Да, и над этим опять четыре четверти, а после двойной черты Готове, мы за кадром Симфония и я, мы решила Удивентики с картами Голоса И в результате редакционной комиссии редакторы решили, что в издании, когда симфония в редакции в четырех частях, будет один такт. В издании «Титана» будет напечатана версия с двумя тактами, при этом, естественно, был дан редакторский комментарий. Natürlich mit entsprechender Kommentierung, genau. Ja, noch kurz die Erklärung der Fortsetzung, der Druckgeschichte. После того, как вышло первое издание у Вайнбергера, совершенно очевидно, что один экземпляр очень долгое время находился в руках Малера. Потому что остались голоса с корректурами для венского филармонического оркестра, датированные 1900 годом. А в Амстердаме в 1903 году? Исполнение состоялось по рукописной копии, которая была выполнена для Менгельберга. Я вам сейчас покажу эту партитуру. И вот эта рукописная копия, изготовленная для Мюлленберга, она была ему уже подарена, и он потом в течение всей своей дирижерской жизни использовал ее для дирижирования, для исполнения этой симфонии. Я могу сейчас рассказать, что для этой партитуры Малер не только не только свои корректуры, но и в Амстердаме, он и в Амстердаме, на письме, на письме, на письме, на письме, на письме. Дело в том, что для этого исполнения в Амстердаме в 1903 году Малер не только написал копию, сделал копию партитуры, но еще во время репетиций, используя фирменные бланки, оркестр, вот концерт Гебо, красными чернилами, вписал корректуры, которые должен был сделать копииста в голосах, в партиях в отдельных. Это, собственно говоря, для иллюстрации, чтобы вы имели представление, как это все выглядело, чтобы объяснить, что там происходит, это очень сложно. Это для сегодняшних глаз очень сложно представить, как человек sich там еще ориентировал. И даже нам трудно представить, как еще музыканты ориентировались во всем вот в этом моменте. Вот красными чернилами, это рукамалеры его исправили. Это вот как раз список корректур. Первая часть, вторая часть, третий, четвертая часть. И внизу страница уже Мюлленберг подтвердил правильность всех исправлений. И даже поставил дату 25. октября 1903 года. Diese Partитур unterscheidet sich von anderen Dirigierpartituren durch ein grundsätzliches Fehlen einer nächsten Stufe. Wir kommen jetzt zu einer nächsten Stufe, die sich nach diesem Exemplar ereignet. Bis dahin gab es im ersten und zweiten Satz keine wiederholungszeichen. Nach dieser Amsterdamer aufführung haben alle weiteren erhaltenen Partituren wiederholungszeichen, über die ich... Und es gibt hier beweise in dieser Partitur, dass Maler aus seiner eigenen Partitur, in Mengelberg-Partitur in Mengelberg-Partitur übertragen haben muss. Können wir haben abbildung zwei? In Lötigenfalls je eine trompete und eine prosaune mit ersten und zweiten Horn. Diese Formulierung ist allgemein gehalten und nicht auf die Situation von... Er würde es nicht geschrieben haben, weil er in Amsterdam ja wusste, wie viele Spieler vorhanden sind. Weil er nicht wusste, wie viele Musiker in Amsterdam in Amsterdam nicht wusste, wie viele Trompete und eine prosaune mit ersten Mal. Das muss also eine Übertragung aus seiner eigenen Partitur gewesen sein. Renata считait, что это, собственно говоря, было перенесение замечаний из его собственной Partitur уже в Partitur Мюлленберга, Mengelberger. Zum Thema der nach 1903 hinzugefügten Wiederholungszeichen. Dazu ist zu sagen, dass Malers Kompositionsweise des Epischen, des eigentlich Unwiederholbaren, hinzugefügte Wiederholungszeichen als sehr merkwürdig und befremdlich erscheinen lassen. Eine Partitur aus Privatbesitz ist besonders wichtig, Es ist eine Weinberger Erstausgabe noch ohne den sonst später aufgeklebten Vermerk in die Universale Edition übernommen. Ohne, noch. Вот сейчас там на картинке протитура из частного собрания, и она замечательна тем, это, собственно говоря, первое издание, которое было предпринято в издательстве Weinberger, и там еще не наклеено такое замечание, что права передаются в издательстве Universal Edition. Что имеется в виду при этом, что в 1906 году было, собственно говоря, основано издательство Universal Edition, Weinberger. Weinberger был одним из основателей. И он ввел в новое издательство за собой малеры. И вот вы видите, что здесь есть собственноручно внесенное малерам исправление. Он поменял голоса между флейтами и гобоями. Но вот это изменение почему-то не вошло в позднейшие корректуры Майлера, в последующие исправления. То есть он, как вариант, посмотрел, сделал такие изменения, но они дальше никуда не пошли, никогда больше не использовались. Писарь из отдела корректур как раз поставил знак повторения на страницах 8, 17 и 48. И это еще было сделано в издательстве Weinberger до перехода и передачи прав в издательство Universal Edition в 1906 году. Вот посмотрите, конец повторяющейся части. Секунда, там написано, всю вторую Вольту, пауза. Следующий пример. В партитуре, которая была изготовлена для нью-йоркского исполнения в 1909 году, которая осталась в Нью-Йорке и затем использовалась при исполнении Бруно Вальтером и Леонардом Бернстайном. Секунда, Леонард Бернстайн. И она также была изображена, но не использовалась при исполнении Бруно Вальтером. То есть есть такое мнение, что на этом исполнении в Нью-Йорке в 1909 году Малер сам не дирижировал. И вот в этом варианте процедуры, знак повторения, сделан тем же песцом, а на странице 17, вот это вот замечание, ремарка, что всю вторую Вольту пауза, на крае страницы это заклеено, и эта ремарка внесена непосредственно в ноты. Вот эта партия кларнета, по ней играли в Нью-Йорке. Там стоит знак, внесенный уже копиистом, этот знак повторения. Но это рука не того кописта, который вот делал, вносил ремарки в протитуру Вайн-Бергера, а более позднего кописта, с которым работал Малер в Вене, Johann Forstig. А сейчас поговорим о теме, которую мы вчера затрагивали, это Соло-Контрабасса в третьей части. В источниках к пяти частной редакции ситуация совершенно однозначная. Это рукопись. Вот здесь мы видим, что здесь Соло-Контрабасса прописано, однако параллельно с ним идет Соло-Виолончели. А дальше, когда Малер делал список этих голосов, а эта партия Виолончели вычеркнута до девятого текста. Вы видите, что это наш вчерашний Канон. И вот здесь видно, что Контрабасс играет Соло. На полях есть такие странные замечания. Один Контрабасс. Один, с пунктом. Первый Контрабасс. Это не может быть, это должно быть первое Соло. И вот там такая вот ремарка, на полях странная, написано первый Контрабасс. Обычно просто пишут Соло. На Концерт, который состоялся в городе Брюне 11. ноября 1906 года, в том, что Малер пригласил венского Контрабассиста, Солиста, Отто Стикса. И в третьей строчке написано Соло-Бассист, ну то есть Соло-Контрабассист, Солиста, Отто Стикс. Также он привез с собой несколько Духовиков. Но уже в Нью-Йоркской партитуре, собственно говоря, мы видим разночтения, которые заставляют нас задавать вопросы. И мало того, что нет печатного указания, то есть изначально уже в печатном варианте, также никто из исполнителей рукой ничего не вносил, для себя никаких пометок. И тут можно сделать два вопроса. Любые этими партиями никто не пользовался при исполнении, или все играли все вместе? Вот это вот последнее исполнение Малера, последнее исправление Малера к третьей части. В партитуре есть указания Соло, в партиях указания Соло нет. И вот здесь совершенно однозначно есть указания Малера, несённые рукой Малера, вот эти вот знаки Дыхания, но опять же нет слова Соло. И особенно этот вопрос стал актуальным, после того, когда делали критическое издание, была даже мысль у издателя отдать эту партию не одному контрабасу, а группе контрабасов. ДИ материалы из Нью-Йорка не имеют никакого рецепта, что там было играть. В партитуре, как я уже говорил, как я уже говорила, не использовала Малера. Вообще, с исполнением Нью-Йорка, очень странная ситуация, потому что мы, собственно говоря, не очень хорошо можем понять, что же там играли, по какой партитуре, потому что, судя по всему, по крайней мере Малер, вот ту печатную партитуру, которая там была у них, он ее не использовал. Zum Beispiel, beim Einsatz der zweiten Klarinette может быть, с собственной рукой Малера вычеркнут «ауфтакт». А в дирижерской партитуре он на месте. Я могу сказать, что Малер не дирижировал по этой дирижерской партитуре. Потом у нас есть пример, задокументированный, собственно говоря, собственным исполнителем. И вот тут у нас остался на вот этой партии автограф Тубиста, который увековечил исполнение именно собой. Это такой некий Fred Geig. Он здесь написал, что он играл 16, 17, 1909 года в Carnegie Hall. и дирижером был Густав Малер. И длительность симфонии 50 минут. Ну, 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 noch, zum Schluss noch ein Blick. Я хочу не быть слишком долго. Мы сейчас поговорим об этой оттиске Щетка, о которой мы говорили. В моей схеме он находится после нью-йоркской партитуры, написано «оттиск с Щеткой, с досок, с корректурами 1910 года». Die Geschichte der Abzüge, also dieser Korrekturabzüge, ist eng verbunden mit jenen Korrekturabzügen zur Maler 4. Symphonie, daher lassen Sie mich beide Titelschildchen auf den Mappen zeigen. Дело в том, что вот эти вот оттиски Щеткой 1. Symphonie, они делались одновременно с оттисками Щеткой 4. Symphonie, очень параллельная работа происходила, поэтому я вам сейчас покажу оба варианта, и 1. Symphonie, и 4. Das Datum auf beiden Schildchen lautet 13.07.1910. Видно, что дата на этих оттисках 13.07.1910 года. Das ist die erste Symphonie. Это первая Symphonie. Und Maler schreibt hier, Moment, Maler schreibt hier, коррегiert und für den neudruck richtig befunden, Gustav Maler. И Maler как бы поставил свою подпись, что все исправлено и готово к печати. Gustav Maler. Diese Bemerkung stammt aber nicht vom 13.07.1910. Но вот это замечание, этот автограф Maler, он был сделан отнюдь не 13.07.1910 года, а... Сondern am 13.07.2010 hat er diese партитур bekommen. Он 13.07.2010 только получил эту партитуру. Dann hat er seinen letzten Sommer in Toblach verbracht. Потом провел свое последнее лето в Toblachе. Und danach hat er diese партитур zusammen mit der партитур der vierten in der Universal Edition wieder abgegeben. И только после этого обратно отдал в Universal Edition и партитуры первой Symphonie, и партитуры четвертой Symphonie. Zum Vergleich, die vierte Symphonie, next picture. Вот, например, давайте сравним, и следующая картинка, там четвертая Symphonie. Datum 13.07.10. Тоже, та же самая дата, 13.07.1910 года. Это вот черная папка для вот этих вот оттисков по щетке. Со, со, со hat der Verлаг diese Dinge produziert, nur dieses einmalige Exemplар. То есть это один единственный Exemplар, больше не существовало. Малер hat sich in diesem Sommer in Toblach aus Wien vom Verлаг zahlreiche партитуры senden lassen. Also unter Ihnen die beiden Abzüge zum Korrigieren. Вообще, в это свое последнее лето, которое Малер провел в Toblachе из Вены, он получал многочисленные партитуры из издательства. И очевидно, вместе с этими партитурами он получил вот эти оттиски. Und jetzt ist die kurze Geschichte. 3.07.1910 года Малер поехал из Toblach в Мюнхен, потому что там должно было состояться исполнение. То есть там должно было состояться исполнение, состоялось его восьмой симфонии, после этого он поехал в Вену. Wo er bis inklusive 16. Oktober bleibt. И в Вене он оставался до 16. Oktober. И в архивах издательства Universal Edition сохранился оттиск штемпеля Корректор. Который принял обратно у Малера партитуры, и там стоит дата 11. Oktober 1910 года. Вот примеры некоторые из этой партитуры. Например, в трио из части Скерца Малер зачеркивает лиги и меняет штрихи. И как раз именно это место Рената сегодня очень долго обсуждала с Коррэнзиасом. Для меня просто это легче видеть вот эту руку Малера. Зуфаль, что я узнал, что я узнал, что я узнал, что я узнал, что мы вчера слушали, в записи. Здесь мы видим, что такое взрывное действие этого отрывка даже еще в 1910 году Малера не удовлетворяла. И вот именно поэтому он написал в процедуре, что первое вступление преувеличено сильно. И обращать внимание на Нюансы. И об этом месте Рената сегодня разговаривал с Коррэнзиасом. И мы видим, что он внес сначала внизу. Он написал дополнительные голоса, потом уже прямо в партитуре. И было известно, что для исполнения в Нью-Йорке Малера уже был усиленный состав духовых. И были написаны прямо в Нью-Йорке дополнительные голоса. Но это усиление группы духовых, оно имело для партитуры такие далеко идущие последствия. Как вы видите, там написано слово «заново, заново, заново». И то есть вот это вот введение дополнительных голосов привело к тому, что в издательстве нужно было перегравировать довольно большое количество досок. При этом, естественно, менялось расположение и порядок. И, конечно, было не избежать новых ошибок. И, например, это были совершенно новые ошибки, которые в предыдущих изданиях даже и не было. И точная контроль за точным перенесением – это, конечно, задача издательства. И Малер как бы завещал эту работу издательству. Однако издательство воплотило в жизнь все эти изменения уже после смерти Малера. Но, собственно говоря, результат, который получился, надо было его очень тщательно отсмотреть, что там вышло, в конце концов. Потому что Малер уже сам не мог контролировать процесс. И вот новое критическое издание, в новом критическом издании они постарались учесть все вот эти стадии, этапы корректировок, изменения, исправления, даже если они противоречили друг другу. Он versucht, aufgrund der in dieser корректур festgelegten Wünsche Малерс, ein Notenbild vorzulegen, das möglichst nahe an seinen vertraglich mit der UE festgelegten letzten Willen kommt. И мы даже читали завещания, вот эти вот отношения договорные Малера с издательством, что он там хотел, что он от них требовал. Мы старались это вот тоже все учесть. Если у вас есть желание, Рената может привести еще примеры из другого издательства, а если нет, то, собственно говоря, спасибо за внимание. Это еще один пример из 4. Симфонии, который я издала. И это показывает 4. Симфония. И вот с 4. Симфонии такая ситуация, что на одной рукописи как бы 4 слоя исправлений. Малер hat 1892 das Lied «Das himmlische Leben» компонирует. В 1892 году Малер сочинил песню «Небесная жизнь». В Гамбурге. И он отдал рукопись на переписку кописту в Гамбурге и вообще хотел ее напечатать. Вместе с другими песнями, которые на сборник «Волшебный рок мальчика». Но копия от кописта осталась только от этой песни. Малер сразу сочинял в двух вариантах. Вариант для клавира и вариант для голоса с оркестром. А издатель вообще даже отказался печатать песни, потому что Малер их еще в двух разных тональностях писал. И вот почему, собственно говоря, это осталась единственная копия, только от этой песни осталась копия рукописная. Может быть, вы знаете, что, собственно говоря, на основе вот этой вот песни «Небесная жизнь» Малер сочинил финал своей четвертой симфонии. И возможно, что эти песни из «Волшебного рока мальчика» были потом напечатаны в другом издательстве. И возможно, что там потеряли изначальные копии рукописные. А это осталось, потому что он уже не мог это напечатать как песню отдельную. И здесь мы видим четыре стадии. Первая стадия – это, собственно говоря, рука гамбургского кописта Вайдига. Вторая стадия – это чернила. Малер чернилами на определенных местах написал инструменты, которые должны это, по идее, исполняться. «Фагот», «Виол», «Альт», «Кларнет», «Флейта», «Гобой», «Виолончели» и так дальше. Потом мы можем увидеть указания по темпу. Это рукой Малера написано. И вот эти вот рукописные замечания, указания, комментарии, они датируют с 1893 года, тогда как раз, когда это все готовилось к печати. И, в общем-то, эта песня осталась не напечатанной до 1900 года. 1900 lässt er seine vierте симфонии drücken. И braucht dazu einen Klavierauszug für die Сängerin. И Малеру нужен… в 1900 году была закончена четвертая симфония, и Малеру нужен был клавир для певицы. – Für die Сängerin vom Finalsatz, да. – Певица там в финале. – Er zieht aus der Schublade. Die копистенабschrift von Weidig aus dem Jahr 92. И тогда он, как говорит Рената, достал из ящика письменного стола, копию, которую ему еще в 1992 году Вайдиг сделал в Гамбурге. Он gibt sie dem Josef Venantius von Wöss, dem korrekturleiter im Verlag, in der Notenstecherai Eberle in Wien. – И тогда я отдал эту рукопись в руки господина Вёса, который работал главным редактором в Венской печатни Eberle. – И собственноручно Малер с синим карандашом или синими чернилами написал убрать всю инструментовку. – Это относится к тому, что он до этого черными чернилами сверху написал. – Во-первых, потому что это уже не соответствовало действительности, потому что на самом деле он его потом аркестировал совсем по-другому. – И, собственно говоря, в клавире не нужны указания на инструменты. – А вот уже Вёс вносил корректировки красным карандашом. – Да. – И даже написал целое послание со знаком вопроса. – И даже написал целое послание со знаком вопроса. – Он задавал вопрос, нужно ли переносить указания по темпу и другие указания из вот этого клавира в партитуру, если они в партитуру отсутствуют. – Ну и в общем-то вот таким образом был сделан клавир. – И вот Рината, она также занималась изданием песен «Волшебный рок-мальчика». и она говорит, что для работы ей очень помог вот то, что у неё был первый как-то слой. – Такой, как она говорит, многообразный мультиматериал у неё был в руках, с которым она работала. – Ну это вот всё, что я хотела бы вам показать. Я теперь жду ваших вопросов. – У меня небольшое дополнение, связанное с тем, что вот программу, о которой сейчас сказала Рината, «Четвертая симфония Майлера» и «Волшебный рок-мальчика», «Музика Этерна и Курензис» будут исполнять на закрытии Дягилевского фестиваля в Перми в 2018 году. Это 24 июня. 26 июня мы её повторим в Москве, в Московской филармонии, в концертном зале Чайковского. И ещё через два дня, 28 июня, в Вене, в Венском концерт-хаусе. Ваши вопросы? Есть у вас какие-то дополнения, уточнения, может быть, новые источники? – Здравствуйте. У меня на самом деле два вопроса. – Три. Три вопроса. Первый вопрос. Скажите, а где хранятся все вот эти оттиски щёток, вот где вы всё это изучали и где Курензис имел возможность это всё тоже увидеть, изучать? – В Вене, в Вене, есть большой архив с рукописами малера, где хранятся партитуры, голоса с собственными изменениями, внесениями, дополнениями. – И в Международной библиотеке в Вене хранится также архив издательства Universal Edition. – И эти, zum Beispiel, эти letzten партитуры, которые я сегодня Курензис gezeigt habe, я просто на USB-стик, на компьютере. – А вот эти вот партитуры, варианты партитур, которые сегодня Рената показывал Курензису, она, собственно говоря, на компьютере ему все сканы показала, документы. – То есть оригиналы вот этих вот оттисков находятся физически в библиотеке в Национальной Вене, а фактически принадлежат издательству Universal Edition. – А партитуры Менгельберга находятся в Гаге. – Бернстайн, Бруно-Wальтерс, партитуры Бернстайна в Нью-Йорке. – Один из рукописных вариантов Пятичастной симфонии находится в Национальной библиотеке в Нью-Йорке, потому что там хранится собрание Бруно-Вальтера, ему принадлежала эта партитура. – А вторая партитура находится в Университете Йель, в Йельском университете, в составе коллекции Осборн. – А вот уже упоминавшийся самый старый манускрипт, рукопись, находится в собрании Розе. Вот недавно обнаружили, они его идентифицировали в Канаде. Как это там оказалось? – Розе – это потомки концертмейстера Венского филарманического оркестра, господина Розе, который был женат на сестре Малера, и поэтому у него сохранились какие-то автографы, композиторы. – Спасибо. – А второй вопрос у меня. Вот вы показывали три отрывка, которые Курензеса сегодня заинтересовали особенно. Я не разобрала… Вот первый отрывок, любопытный, там, где поменяли штрихи, это из какой части? Просто второй, третий я опознала, а первый не поняла из какой-то части, для какого инструмента поменены штрихи. – Ага, и третий вопрос. Вот скажите, мне просто интересно, как вы думаете, правомерно ли для исполнителей возвращаться к первоначальным вариантам, к первоначальным замыслам композитора? Например, вот Леонида Скавакас, которая всю жизнь работает над концертом Сибелиуса, часто бывает записывает или играет какие-то первоначальные варианты этого концерта. То есть бывает ли, что какие-то исполнители обращаются и исполняют, например, пятьчасную симфонию в пятьчасном виде? Спасибо. – Говорят, как вы думаете, если это правильно, например, первые фассеты, как Леонида Скавакас, который всегда играет в первые версии из Сибелиус-концерта. Есть ли примеры, если вы эту пятьсетную симфонию в нашей истории? Или вы думаете, если это правильно или нет? – Я могу только для меня persönlich говорить. – Я могу только для себя и от своего лица. – Я лично не очень много про frühфассов. – Я сама совершенно не впечатляюсь ранними редакциями. – Потому что я считаю, что композитор был прав, когда вносил свои исправления. – Но, с другой стороны, Рената очень рада, что сейчас, когда идут новые критические издания полного собрания сочинений, они уже не строго печатают последнюю версию, как было до этого в самых первых томах, когда нужно было печатать только последнюю версию. – А вот предшественник ее, Кубик, очень сильно продвигал идею, что надо смотреть и ранние редакции, вот благодаря его работе был напечатан и «Титан». – То есть все эти редакции имеют право, люди могут с ними ознакомиться. – Но издаем мы их таким образом, они идут как дополнение к какому-то тому. – То есть они не включены в основной текст, но как дополнение идут. – И прежде всего мы еще преследуем такую цель, чтобы в других издательствах, поскольку сейчас же исчезла вот эта вот проблема с авторским правом, нужно напечатать кто угодно, чтобы не было таких вот вариантов издания, когда одна часть музыки из новой редакции, вторая, третья. Ну, в общем, кому что понравилось, тот то и внес туда. – Например, есть такой вариант, она сама слышала, в Америке очень любит исполнять, берут, собственно говоря, редакцию уже четырехчасную и добавляют к ней пятую часть, вот «Блюмины», которую Малер сам вычеркнул. При этом, где они взяли ноты этой «Блюмины», это очень большой вопрос тоже, потому что это не совсем то, что у них есть, например. Поэтому вот такие вот вещи, они хотят, чтобы их не было. Именно для этого издаются разные варианты, чтобы можно было справочные материалы иметь под рукой. То есть не только вот строго только последнюю версию, ничего другое не имеет права на существование, но и также напечатать предыдущие версии, тем более, если они даже были изданы, почему нет? – Спасибо. – Мне кажется, мы прослушали потрясающую лекцию сегодня. Я хотела сказать, что, наверное, вы пишете сейчас новую книгу о симфониях Малера на новом совершенно текстологическом уровне. Но в любом случае это для вас сейчас на уровне первой симфонии возможно. То, что вы говорили сегодня, будет запубликовано где-то? – Нет, как отдельный текст нет, потому что частью редакторской работы она сейчас представила. – Спасибо большое. – Здравствуйте, а скажите, а почему было принято решение убрать пятую часть симфонии? –Plus, пожалуйста, можно сделать первый раз в почвете от пятого симфонии сымфонии, чтобы этот пятый ключ от garantила. – Он стал каждый раз из-за первых личных причинствовать. – Он будет оснащен. – Он услышал её сомерам, который « Sony», – Мы конечно не можем знать, причины, по которой он сделал это. Вот Рената предполагает, что, возможно, эту часть Блюмины, он, во-первых, вычеркнул по личным каким-то мотивам. Потому что для него она была очень тесно связана с такой достаточно несчастливой историей его любви к Мариону фон Вебер. И Малер даже был вынужден бежать из города, потому что муж Марион вызвал его на дуэль. Ну, а кроме того, по мнению Рената, она просит прощения, но она считает, что это просто плохая музыка. Малер называл это такими юношескими глупостями. Эзеля – это вообще от слова… Эзелсстück. Ну, в общем, от слова «осёл», то есть глупость, такое юношеское дурачество, заблуждение. Also, der Satz из seiner Selbstkritik zum Opfer gefallen. То есть он пал жертвой Самокритики. И он отменил же программу, то есть больше симфонии не сопровождалось печатной программой. И вот в такое беспрограммное исполнение эта часть «блюмина» вообще никак не вписывалась. Добрый вечер, Рената. В программке, которую нам сегодня раздали, очень мило было, спасибо, написано, что одна из рукописей всплывала на Содбис, потом была утрачена. Как часто вообще с рукописями Майлера вы сталкиваетесь с тем, что они всплывают потом, куда-то уходят, и вы их не можете найти? И как общество ведется вообще работа с тем, чтобы, если известно их существование и их возможное местоположение, как ведется работа с тем, чтобы все-таки получить доступ к ним? Ну, сейчас такая ситуация очень достаточно благополучная, что любой автограф, любой манускрипт имеет ценность, только если он изучен специалисты. И есть очень много частных владельцев, которые сами просят, приносят документы и просят их исследовать. Например, Гилберт Каплан, у которого была рукопись второй симфония, и он не просто предоставил рукопись, он, можно сказать, вместе с Ренатой работал над из данным, этой второй симфония. И на самом деле мы думаем, что будут еще появляться рукописи Майлера, потому что, ну, достаточно много еще, многого еще нет, но поскольку так вот эта тенденция как-то вдруг начинает появляться сейчас в последнее время на аукционах, еще где-то, еще где-то, вполне возможно, мы ожидаем новых находок. Но, конечно, нужно, чтобы получить доступ в частные собрания, в большинстве случаев, конечно, нужно выстраивать личные контакты, то есть без них ничего не получится. Самый лучший вариант, когда кто-нибудь свою библиотеку или архив передает в такой временный дар, какого-нибудь там библиотеки или учебного заведения. Мы надеемся, что с этим проектом мы начали, что мы начали, что мы смогли сделать целый тенденции Майлера в целом мире. Конечно, мы надеемся, что все приватные посетители удобны и работают. Ну вот у них сейчас идеи, они начинают делать полный перечень произведений Майлера, и они очень надеются, что вообще источников, не просто как произведения, а вообще рукописи, источников, документов, и они очень сильно надеются, что сознательные владельцы тоже сами к ним обратятся и предоставят данные, что у них имеется в наличии. И вообще я могу вам сказать, что все, что я вам сегодня показала, все вот эти вот образцы, это все стало доступным благодаря тому, что у нас есть цифровые технологии, и все это сейчас благодаря цифровым технологиям находится в свободном доступе, то есть посмотреть может каждый. Спасибо. Добрый вечер. Скажите, вы не могли бы дать комментарий касательно того, почему так важно дирижеру изучать весь путь сочинения от его первоначального вида до конечного результата, почему он не может ограничиться, скажем, финальной партитурой, как это отражается на дальнейшей интерпретации? Спасибо. Ну, в первую очередь ранняя редакция полезно смотреть. для того, чтобы избежать каких-то ошибок, которые иногда очень часто встречаются, на которые не обращают внимания, потому что все уже к ним привыкли. И, конечно, некоторые просто играют по последнему состоянию, а некоторые задают себе вопросы, почему так, а не иначе, и тогда вот более ранняя редакция, возможно, помогает понять, как получилось именно вот так, как получилось. Пожалуйста, господи. Спасибо большое. Thank you very much for the election. Thank you. Thank you. Thank you. Спасибо.